Нужны резервные группы тушения лесных пожаров, оснащенные спецснаряжением и всеми средствами борьбы с огнем, включая транспорт с водой. К пожаротушению будут подключать арендаторов лесных участков и пользователей охотхозяйств. Такие поручения дал сегодня губернатор края. Продолжение темы в репортаже Владимира Клюшникова. Особый противопожарный режим действует уже в каждом третьем муниципалитете края. И чем дольше в Приморье нет дождей, тем выше вероятность, что режим ведут и в других районах. Неоптимистичный прогноз дают синоптики. Ближайшая неделя сухая и ветреная. А ведь впереди три праздничных дня, когда на дачах, личных подворьях и на лесных полянах разожгут сотни костров для пикников или мангалов для шашлыка. Губернатор просит глав муниципалитетов лично возглавить на своих территориях круглосуточные противопожарные штабы. На пожароопасный период остаются две дежурные смены при технике. Из состава остальных формируются резервные группы, которые должны быть обеспечены всеми средствами пожаротушениями, воздуходувками, ранцами переносимыми. Должен быть обеспечен транспорт, обязательно находиться. И в случае возникновения пожара в первое время сразу выступает эта группа на локализацию, ликвидацию пожара в установленное время. Олег Кожемяка поручил главам выезжать на места пожаров и лично контролировать ликвидацию огня. На селекторном совещании ни один из руководителей муниципалитетов не получил от губернатора оценку «хорошо», «все удовлетворительно». Выявляем факты, когда пожарные автомобили переданы вам, находятся в нерабочем техническом состоянии, разукомплектованы стоят. Пожарные водоемы, так сказать, не соответствуют требованиям, набрать воды негде. Вопрос с водой – один из самых актуальных. Водоемы не только замерзшие. Многие из них этой аномальной зимой попросту пересохли. На транспорте обязательно должна быть вода. Проконтролируйте это. Сейчас замерзшие ручьи. Если приезжает туда, это фактическая ситуация. Приезжает туда, значит, и пытается там где-то найти воду – невозможно. Поэтому все эти моменты просмотрите сами внимательно. К тушению пожаров главы привлекут и арендаторов лесных участков, охот общества или тех, кто добывает древесину. За бездействие и отказ участвовать в общей работе лесопользователям грозит расторжение договора аренды. Владимир Клюшников, Максим Евсеев, Панорама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова